В 2006 году, когда я был в Италии и встречался с руководством партии Форцанова, вроде бы такая консервативная партия, настроена резко против безумий современного мира, оказывается пронизана путинизмом, пронизана почитанием Путина как действительно сильного и антиамериканского политика. Я тогда попытался разъяснить, почему Владимир Путин является врагом нации и государства российского и направил им по их же просьбе через переводчицу соответствующий материал, который мог бы быть превращен в текст на итальянском языке и стал бы ясен тем, с кем я встречался. Это был компактный материал, я его опубликовал тогда на своем сайте, личном сайте Савельев.ру и мне тогда все стали говорить, боже мой, убери, это же ужас, ты же ставишь себя, можно сказать, вне игры, противопоставляешь себя Путину. Да, я противопоставляю себя Путину, для меня это неприемлемый политик, тем более как человек, который управляет Россией, определяет ее стратегический курс, куда этот стратегический курс направлен, только в пропасть, больше никуда Путин Россию не ведет. И направление это выверенное, построенное еще в период Ельцина и определяемое его мировоззрением. У меня никаких сомнений нет. Но тогда говорили, это 2006 год, говорили, что ты делаешь, через год выборы, тебя же никуда не допустят. Но я не могу переступить через себя, я знаю, что Путин враг нации и государства, враг самый злейший. Ну не было еще в России таких врагов, не только среди правителей, но даже среди внешних врагов. Они-то были ясны, они были ясны и отвергались, как какая-то альтернатива действующей власти. Даже если эта власть была совершенно омерзительна, как сталинский режим, внешние силы всегда рассматривались как враги, если они пытались захватить нашу территорию и утвердить свою власть вместо той, которую, ну можно сказать, Бог нам дал, либо в спасение, либо в наказание. Вот Путин это одновременно и самый злейший враг, который мотивируется внешними воздействиями и это результат десуверенизации России. Россия не суверенное государство и вообще Россия перестала быть государством. И это внутренний враг, который разлагает нацию изнутри всеми возможными способами. И это же одновременно, это разложение является средством невероятного обогащения олигархии, которая делает ее конкурентоспособной, а для них конкурентоспособность это самое важное, во внешнем мире. Вот грабить и истязать свой собственный народ, превращать его в скот, это для них доходная статья бизнеса. Вот это должны понимать русские люди. За рубежом там сознание несколько иное, поэтому я записываю то, что у меня получится. Я стараюсь как можно яснее и честнее изъясниться. Не знаю, будут ли мои изъяснения понятны зарубежным зрителям, но я постараюсь. Эту часть я в переводе, который будет звучать за кадром, в переводе на немецкий язык, как мы договорились с тем, кто мне помогает, уберу, оставлю вот некое введение, вводные слова и дальше текст, который я читаю с компьютера, потому что мне это необходимо для того, чтобы переводчик сделал свою работу и потом носитель языка смог эту работу изложить уже на немецком языке точно по тексту. Вот слушаем то, что я написал, то, что я отправил, надеюсь, то, что станет результатом нашей совместной деятельности с русскими друзьями, проживающими сейчас в Германии. Когда в 2000 году Владимир Путин стал президентом Российской Федерации, люди не только за рубежом, но и в России переглядывались и спрашивали, кто такой этот Путин, откуда он взялся. На вопрос журналиста «Who is Mr. Putin?» государственные деятели Российской Федерации злорадно смеялись, а потом отвечали с расстановкой слов, как будто неразумным детям. Это президент Российской Федерации. Действительно, Путин не имеет биографии. Это человек, которому биографию пришлось придумать, потому что ничего значимого в ней не было, зато было много постыдного, и это надо было скрыть, чем-нибудь заместить. Происхождение Путина смутно. Кто были его родители, толком неизвестно. Откуда идет его род, никто не знает. У Путина, как будто вообще, не было родственников. Неизвестны друзья его родителей или просто соседи. Те, кто учился рядом с ним в школе, либо ничего не помнят, либо их заставили все забыть. Точно известно лишь, что никаких способностей в школьные годы Путин не проявлял ни по одному предмету. Все, что смогли создать в качестве легенды, это якобы знание Путина немецкого языка. Якобы в этом он преуспел в школьные и студенческие годы и подтвердил это только его школьной учительнице, которую он навестил уже в статусе президента. Молчат и те, с кем Путин учился в университете, потому что главным для него была не учеба, а служба в КГБ, которая началась уже тогда. И, видимо, Путин следил за политической лояльностью своих однокашников к коммунистическому режиму. Он вступил в КПСС в 1975 году и пребывал в партии до момента ее краха в 1991 году. Все его мировоззрение пропитано партийностью. В придуманной биографии Путин дзюдоист, но его товарищи по спортивным занятиям, те, кто выходил с ним на ковер, кто вступал в единоборство, молчат. Молчат и его тренеры, потому что вспомнить, собственно, не о чем. Никаких существенных достижений у Путина не было, и дзюдо он прекратил заниматься еще в юношеские годы. Миф о мастере единоборств целиком выдуман для того, чтобы подменить реальную биографию весьма серой личности, заполнить ее какими-то яркими образами, которые подкреплены постановочными кадрами, будто бы снятыми на реальных тренировках. О деятельности Путина в КГБ известно лишь одно. Он считался сослуживцами и начальством крайне ограниченной личностью. Вопреки придуманной ему биографии, он не был разведчиком. Ибо на деле его миссия состоял в слежке за русскими офицерами и госслужащими, находящимися на территории Германской Демократической Республики. Никаких подвигов за Путиным не числилось, никаких заслуг перед Россией у него не было. После государственного переворота, устроенного в 1991 году верхушкой КПСС, Путину подобрали работу при Анатолии Собчаке, популярном политике демократического движения, который на выборах стал мэром Санкт-Петербурга. Сначала Путин носил за Собчаком портфель, потом быстро выдвинулся, возглавив при мэрии второй столицы Департамент внешнеэкономической деятельности. Это был период отчаянного разворовывания всего. И Путин в 1993-1995 годах стал участником скандала о хищении бюджетных средств города. Уголовное дело, так называемое дело 20-го треста, было возбуждено в 1999 году, но закрыто в 2000 году, когда Путин стал президентом. В начале 90-х Путин ничем не отличался от обычного взяточника, который монетизировал свою деятельность, как и многие другие. К этому периоду относится имитация Путином научной деятельности. Он защитил диссертацию, получил ученую степень кандидата экономических наук. Но достоверно установлено, что это был плагиат. Впрочем, для чиновников, обслуживающих нынешний политический режим Российской Федерации, обычное дело – получение ученых степеней и званий без какой-либо научной деятельности. Поскольку Собчак проиграл выборы мэра Санкт-Петербурга в 1996 году, а по итогам расследования его криминальной деятельности вынужден был бежать из страны, обнаружилось, что у Путина были и другие хозяева, не только те, что курировали его в КГБ, но и криминальные авторитеты, с которыми он сотрудничал. Накануне своей внезапной и загадочной смерти грузинской мафиози Бадри Патаркацишвили в интервью 2008 года в подробностях рассказал о том, как он привел Путина в администрацию президента к главе управления делами Павлу Бородину, который имел с криминальной средой прочные связи. Одно время даже Бородину пришлось посидеть в европейской тюрьме. И вот этот пригрятый Ельцином уголовный преступник сразу продвинул бывшего подполковника КГБ на пост заместителя руководителя администрации президента. Должность примерно равнозначная министерской. Следующий шаг к высшим должностям ему помог совершить Борис Березовский, известный предприниматель-авантюрист, который при Ельцине получил фантастические преференции для обогащения и захвата ведущих средств массовой информации. Позднее Путин уберет из стороны этого человека, который претендовал на то, чтобы руководить им, и слишком много знал о нем. Сопряженное со многими странностями самоубийство Бориса Березовского в Лондоне может носить постановочный характер. Это могла быть инсценировка с целью уйти на покой и не затрачивать больше средств на обеспечение собственной безопасности. В 1999 году олигархия, группа сверхбогачей, разграбивших национальное достояние России, начала подбирать замену Борису Ельцину, который явно был не в состоянии выполнять даже чисто протокольные функции главы государства. Главной задачей этого подбора была гарантия неприкосновенности стремительно обретенных капиталов, а также гарантия безнаказанности за преступные деяния, с помощью которых образовалось это богатство. Высшие должностные лица, получившие свои посты при Ельцине, не подходили. Они были включены в свои собственные кланы, каждый из которых мог нанести большой ущерб другому клану. Олигархии был нужен человек, который не просто гарантировал бы неприкосновенность Ельцину и его окружению, а также целой группировки преступников, но был бы повязан с этой группировкой таким преступлением, которое потрясло бы воображение любого человека, если бы тайное стало явным. Достоверно мы не знаем, чем именно повязали Путина, но есть основания полагать, что его повязали кровью. Михаил Полторанин, который был при Ельцине главой могущественного госкомитета посредством массовой информации, а потом попал в опалу, в своих мемуарах «Власть в тротиловом эквиваленте» вполне прозрачно представляет Путина организатором убийства генерала Льва Рохлина, одного из самых ярких оппозиционеров, которого застрелили в его собственном загородном доме, а преступление списали на его жену, будто бы впавшую в психоз. В дальнейшем Путин совершил еще множество преступлений, но данное преступление было пропуском на политический олимп. После него дороги в мир порядочных людей уже не было. Политтехнологию прихода к власти Путина разработал Борис Березовский. Для этого были организованы взрывы жилых домов в Москве и Волгодонске, повлекшие за собой сотни жертв. Эти теракты были приписаны чеченским бандитам, которые в то время предпочитали провокации на границах уступленной им территории Чеченской Республики. Ряд проколов при организации этих терактов говорит о том, что человеческие жертвы были предусмотрены кровавой постановкой. В течение полугода перед этим Путин, не имевший опыта руководства каким-либо подразделением спецслужб, возглавил их, а потом столь же стремительно переместился на пост главы правительства. И после добровольного ухода Ельцина в отставку, стал исполняющим обязанности президента до новых выборов. Эти выборы намеревались фальсифицировать, так же, как и в 1996 году, когда Ельцину была приписана победа, а с набравшим большинство голосов лидерам коммунистов Зюгановым, договорились о публичном признании поражения. Но в данном случае невозможно было убедить людей в том, что вся страна проголосовала за человека, которого никто не знал в лицо и не помнил по имени. Чтобы обеспечить всеобщую узнаваемость, была начата Вторая Чеченская война, а для ее оправдания устроены теракты в Центральной России. Кроме того, объявление о второй попытке восстановить конституционный порядок в Чечне сопровождалось вернословием со стороны Путина, поразившего людей фразой, которую мог произнести разве что бандит-уголовник. Фразу придумал Борис Березовский, а Путин разыграл ее как артист. По всем телеканалам и многократно была растиражирована фраза «Мы будем уничтожать бандитов везде, и в аэропорту. Если найдем в сортире, то и в сортире замочим». Сортир – это жаргонное слово, обозначающее туалет. Замочить – это криминальный сленг, обозначающий убийство с кровопролитием. Убитый намокает от крови, его делают мокрым, замоченным. Убийство в туалете – это еще и форма унизительной смерти. Вернословие должно было продемонстрировать решительность нового лидера. До этого момента подобную лексику государственные деятели на официальных пресс-конференциях не использовали. Путин же ввел применение криминального жаргона и шуточки ниже пояса в правило «Не раз шокируй иностранных журналистов и вызывай восторг у непритязательной публики». Усилиями Березовского и клана Ельцина, контролирующих СМИ, слова Путина разлетелись по всей стране, и о них постоянно напоминали тяжелые бои в Чечне, включая штурм Грозного с применением тяжелой артиллерии. И потом еще несколько лет высокое доверие Путину со стороны граждан определялось постоянными сообщениями о разгроме той или иной банды в Чечне. В действительности же власть в этой республике была передана одной из бандитских группировок, а чеченские бандиты легализовались по всей стране, отнимая бизнес и захватывая предприятия с применением криминальных методов. Победу в Чечне имитировали выборами, которые прошли в 2004 году во время активных боевых действий, а также принятием чеченской конституции. Разумеется, итоги выборов и референдума по конституции были стопроцентной фальсификацией. С тех пор правление в Чечне осуществляется исключительно бандитами и убийцами, которые были освобождены от ответственности за массовые казни и пытки российских военнослужащих и гражданских лиц не чеченского происхождения, а также за заказные убийства своих конкурентов. Путин фактически признал независимость Чечни и отсутствие признаков геноцида в изгнании из Чечни 500 тысяч русских людей, а также амнистировал всех бандитов, воевавших против российской армии. Несколько бандитов были награждены высшей наградой Героя России. Безвозвратные выплаты Чечни из российского бюджета сегодня составляют ежегодно миллиард долларов. Беженцам из Чечни не оказано практически никакой помощи, расследование более 50 тысяч убийств, совершенных чеченскими бандитами, не состоялось. Незаконные вооруженные формирования при Путине возродились. В Чечне они получили государственный статус и государственное финансирование. Вооруженные формирования чеченцев представляют собой готовые эскадроны смерти на случай выступления граждан против истязающего их режима. После прихода к власти Путин в течение года-двух имитировал существенные изменения в порядке управления страной. Наиболее ярким его достижением является посадка в тюрьму олигарха-миллиардера Михаила Ходорковского. Он отсидел за решеткой 10 лет и эмигрировал. И изгнание из страны, подобных ему, Бориса Березовского, эмигрировал в Великобританию, покончил жизнь самоубийством, и Владимира Гусинского, эмигрировал в Израиль. Правда, активы первого были разграблены другими олигархами, а остальным двум позволили основную часть своих капиталов вывести за рубеж. На этом борьба с олигархией закончилась, и Путин многократно объявлял, что никакого пересмотра приватизации собственности в Российской Федерации не будет. Хотя подавляющее большинство граждан считало приватизацию форменным воровством, о криминальных методах ее проведения отлично знал и сам Путин. От быстрого краха путинский режим спасли внезапно взлетевшие цены на нефть. Доходы от торговли нефтью были многомиллиардными. Ими с 2004 года Путин затыкал дыры в бюджете и наполнял карманы, набирающие всю большую силу олигархии. Число владельцев капиталов размерами свыше миллиарда долларов превысило 100 человек. При Ельцине их было всего семеро. С 2009 года вместе с падением цен на нефть и общим развалом экономики Российская Федерация стала испытывать все возрастающие трудности. Но Путин уже пришел к окончательному выводу, что он великий государственный деятель и спаситель России. Поэтому ни в чем не изменил своей политике управления страной в ручном режиме, то есть вопреки Конституции и законам. И в пользу узкого слоя приближенных лиц, которым позволено за счет грабежа бюджета и государственной собственности обогащаться рекордными темпами, невиданными во всем остальном мире. Подарком для олигархической корпорации стало принятие в 2015 году закона о территориях опережающего развития, который выводит из-под действия российского законодательства то, на что упадет алчный взгляд путинской группировки. Конституционная норма четко установила ограничение. Президентом Российской Федерации можно быть не более двух раз подряд. Была скопирована американская схема, и все это хорошо знали. Но потом использовали свою трактовку. А если не подряд, то можно и больше. Но такой нормы в Конституции нет. Там есть не разрешительная, а запретительная норма. Свыше двух сроков подряд нельзя. Никаких можно, там нет. В результате произвольной интерпретации Конституции Путин стал пожизненным президентом, формально передав Дмитрию Медведеву правление на один президентский срок 2008-2011 годы и продлив затем срок президентской легислатуры до 6 лет. Таким образом, Путин обеспечил себе непрерывное правление до 2024 года, когда его возраст достигнет 72 лет, а общий стаж правления составит четверть века. У Путина никогда не было предвыборной программы, только лозунги. И никогда он не отчитывался о результатах своей деятельности. Узурпатор не может строить каких-либо планов, кроме планов удержания власти любой ценой, репрессиями, войнами, промыванием мозгов гражданам. Путин не знает, что такое Россия, не имеет достойного образования, опыта продуктивной работы в какой-либо профессии, способности к стратегическому планированию. Его метод удержаться у власти – беспрерывный спектакль, изобретение разного рода имитаций. За время правления Путина им были совершены государственные преступления, которые по Уголовному кодексу относятся к разраду тяжких, особо тяжких и связаны с понятием «измена». Договором с НАТО в 2007 году определено, что войска Альянса могут находиться на территории Российской Федерации. В Ульяновской области действует военная база НАТО. Договор не был аннулирован во время формального прекращения отношений с Альянсом в 2014-2016 годах. Фактически это означает готовность на использование армии потенциального противника против своего собственного народа. В 2008 году Путин без всяких оснований передал Китаю 337 квадратных километров российской территории под Хабаровском. На фоне сибирских просторов это кажется пустяком, но от этого преступление не перестает быть преступлением. Кроме того, начато масштабное заселение Дальнего Востока и Сибири китайцами и сдача в аренду китайским предпринимателям огромных территорий, которые через несколько десятилетий без труда будут отторгнуты от России. В 2010 году Путин передал Норвегии 90 тысяч квадратных километров в морской акватории, а также в нарушении международных соглашений предоставил норвежцам полный суверенитет над архипелагом Шпицберген в 153 тысячи квадратных километров, а также островом Медвежьих в Баренцевом море. Территориальные уступки – прямая измена нарушений территориальной целостности Российской Федерации. Это деяние, даже покушение на которое по уголовному закону является тягчайшим преступлением. Но не это главное преступление Путина. Главное – это фактическая ликвидация государства и превращение органов государственной власти и всей правовой и политической системы в декорацию. Правительство Российской Федерации не занимается управлением государством, а лишь распределяет доходы между олигархическими группировками. В Российской Федерации полностью разрушен правовой режим. Нет независимого суда, не работают прокуратура и следственные органы. Заявления и обращения граждан не рассматриваются, преступления не преследуются. Полиция действует лишь в случае указания начальства или когда есть возможность чем-то поживиться у граждан, нуждающихся в защите государства. В Российской Федерации нет парламента, нет никакого народного представительства, ни на общегосударственном, ни на региональном, ни на местном муниципальном уровне. Все это заменила имитация. Государственная Дума голосует в основном без обсуждения за проекты, подготовленные правительством и администрацией президента. Парламентских дебатов практически нет. Публичные слушания носят формальный характер, неугодные темы блокируются и даже не попадают в средства массовой информации. В Российской Федерации нет выборов. Они тотально фальсифицируются. В Российской Федерации нет партий. Вместо них созданы имитации, полностью подконтрольные кремлевской администрации. При этом парламент и избирательная система, вопреки нормам Конституции, тотально партизированы. В выборах можно участвовать исключительно через партии, выступать в законодательных собраниях, федеральном или региональных, исключительно с позволения партийных фракций. Все сколько-нибудь заметные партии фактически являются филиалами одной и той же партии олигархии. Помимо парламента, для лояльных лично Путину общественных активистов на всех уровнях созданы общественные палаты, финансируемые государством. Помимо лояльных режиму партий создан Общероссийский народный фронт из лично преданных Путину лиц, имитирующих народную поддержку режиму. Помимо армии и полиции создана национальная гвардия, в которую собраны все дееспособные подразделения, которые можно использовать против народа, если он выступит открыто против действующей власти. В Российской Федерации нет оппозиции, поскольку она лишена доступа в средства массовой информации, возможности участвовать в выборах и даже просто проводить свои собрания. Либеральная и коммунистическая оппозиции стали фиктивными и используются для постановки политических спектаклей. Русская национальная оппозиция раздавлена политическими репрессиями. У России нет спецслужб, потому что им переданы функции контроля экономической деятельности, которые привели к коррумпированию личного состава ФСБ. Также спецслужбы в Российской Федерации осуществляют функции политической полиции и слежки за государственными служащими, выявляя среди них не государственную измену, а степень лояльности режиму. У Российской Федерации нет дееспособной армии. Программа перевооружений провалена, поскольку бюджетные траты на военно-промышленный комплекс превращаются в источник доходов одной из криминальных группировок при Путине. Условно они подразделяются на финансово-банковскую, сырьевую, военную, ряд этнических и региональных групп. Война с Грузией в 2008 году показала развал военного управления, низкую координацию между видами и родами вооруженных сил. Бессмысленная для Российской Федерации война в Сирии в 2015-2016 показала только способность бомбить пустыню при отсутствии у противника авиации и средств противовоздушной обороны. Непризнанная война с Украиной с 2014 года остается преступлением с обеих сторон и имеет только один результат – насаждение крайней враждебности между ветвями одного и того же народа, которых большевики, а затем сменившие их демократы, искусственно разделили на великороссов, собственно, русских и украинцев, русских жителей территорий, которые прежде считались окраинными. Все эти войны и разного рода внешнеполитические конфликты нужны Путину лишь для возбуждения ложного патриотизма, который является лишь формой проявления любви к начальству. Для этого же было организовано присоединение Крыма ценой утраты перспектив воссоединения с Украиной в целом. Также Путином полностью забыто союзное государство Россия и Белоруссия, которое было этапом на пути к полному воссоединению. У Путина нет никакой государственной политики, никто и он сам не знает, куда идет страна и зачем проводятся беспрерывные реформы во всех сферах жизни. Может быть, чтобы хаос не позволил людям ясно увидеть, что власть попала в руки самозванцев и изменников. Путин и его группировка крайне враждебно относятся к русскому большинству – более 80% населения Российской Федерации, поскольку только русские могут сменить власть и привлечь к ответственности государственных преступников, конфисковав у них незаконно полученные капиталы. Русские и другие коренные народы условиями жизни, организованными Ельцином и Путиным, поставлены в условия демографической катастрофы, фактического вымирания. Чтобы скрыть этот процесс, Путин принял ряд имитационных мер и фальсифицировал статистику. Всероссийская перепись населения 2010 года была фиктивной, и мы точно не знаем численности и состава населения Российской Федерации. Политика, замещающая коренное население и миграции, была личным выбором Путина, который он сделал в 2006 году, побудив Государственную Думу, без всяких обсуждений принять пакет миграционных законов. Миграционный потоп в Европе, вызвавший столько споров, происходит в Российской Федерации в течение многих лет практически бесшумно. Выступления против этой политики расцениваются как экстремизм и преследуются как преступление. Демографические потери коренных народов России за время правления Путина превышают 10 миллионов человек. При этом на территории Российской Федерации постоянно находятся не менее 20 миллионов гастарбайтеров, в основном из стран, чье население крайне далеко от культурных традиций России и зачастую практически не владеет государственным языком Российской Федерации. Самые жестокие политические репрессии Путин обрушил не на либералов, как принято считать, а на русское национальное движение. Несколько сотен активистов русского движения находятся в заключении по уголовной статье 282, которая получила название «русской». Любой человек, выступивший в защиту прав русского большинства публично, даже просто оставив комментарии в социальных сетях, может быть обвинен в экстремизме, оштрафован на крупную сумму или лишен свободы. Путин не допустил на парламентские выборы ни одной патриотической организации, которая поднимала бы русский вопрос. Единственная партия, которая говорила о нем с парламентской трибуны, партия Родина, просуществовала лишь 2,5 года и была беззаконно ликвидирована. Русские политики в Российской Федерации лишены возможности публичной деятельности, а русское национальное мировоззрение поставлено вне закона, о чем Путин регулярно напоминает личные инструктиры высшего руководства правоохранительных органов и ФСБ. Активисты русского движения публично названы Путиным придурками и провокаторами. Русские не только в этнократических национальных республиках поставлены в ущемленное положение, но и в традиционно русских регионах, которые заселяются не только иммигрантами, но и переселенцами из Кавказа, а те утверждают свое первенство криминальными методами. Любые выступления граждан против сращивания местной власти с этнической преступностью жестоко подавляются, инициаторы протестов репрессируются. Кадровая политика путинизма антирусская. Человек с русским мировоззрением не может получить государственную должность, предприниматель, не входящий в нерусские этнические кланы, не имеет возможности развивать свой бизнес. Само употребление слова «русский» вызывает напряженное внимание спецслужб и большие затруднения в любой сфере деятельности. Проведя в 2001 году Конгресс российских соотечественников, Путин предпочел пригласить на него подставные организации, созданные властями соседних государств, проводившими политику ущемления прав русских людей. За несколько лет зарубежные русские организации в результате этого сговора были повсеместно ликвидированы. В России также нет ни одной признанной властями русской организации. Все они были уничтожены репрессиями и лишены возможности получать от кого-либо поддержку для обеспечения своей деятельности. Национальные меньшинства в Российской Федерации имеют свои представительства, свои организации национально-культурной автономии, помещения для собраний, возможность получать средства на свои программы от государства и предпринимателей. Русские всего этого лишены полностью. В коренных русских городах началось массовое стрельство мечетей. В Москве ежегодно проводятся стотысячные моления мусульман, для которых перекрывают площади и проспекты, но никогда не проводятся массовые православные шествия. В сотрудничестве с безбожниками из Московской Патриархии Путин создал обстановку неприятия православного вероисповедания во всей его чистоте, подменив его фарисейской верностью начальству. Есть основания полагать, что трагедия в Беслане в 2004 году, унесшая жизни более 300 человек, 186 из них дети, произошла в связи с личным указанием Путина освободить захваченных бандитами заложников любыми средствами. И заложники были расстреляны вместе с террористами. Для сокрытия этого преступления следствие было фальсифицированным, альтернативный доклад члена парламентской группы был проигнорирован, а все его публикации постарались уничтожить и дискредитировать. Для тех же целей во время операции по освобождению заложников были убиты все террористы, исключая единственного, кому была сохранена жизнь, для подтверждения официальной версии. В угоду захватившей власть в Чечне бандитской группировки Путин отдал на растерзание героя России полковника Буданова, который за исполнение своего долга перед Отечеством отсидел за решеткой 8,5 лет, а потом после освобождения он был убит чеченскими бандитами на Людной улице в Москве в 2011 году. Аналогичным образом прошли фиктивные судебные процессы против группы капитана Ульмана, вся группа перешла на нелегальное положение, и офицеров Сергея Аракчеева находятся в заключении и должен там находиться 25 лет, и Анатолия Худякова скрылся от расправы. В угоду одному из самых известных олигархов, ненавидимых всей страной, Анатолию Чубайсу, организована целая серия фиктивных уголовных дел против полковника Владимира Квачкова, который был оправдан присяжными в деле о покушении на Чубайса, но тут же арестован и обвинен в подготовке государственного переворота, участниками которого были признаны два пенсионера, вооруженные одним арбалетом. Полковник Квачков более 8 лет находится в заключении. Возглавляемая им общественная организация была признана судом как террористическая, хотя не провела ни одного теракта, не планировала и не имела возможности совершить подобное преступление. Репрессивный аппарат Путин обрушил на инициативную группу, приступившую к подготовке референдума о принятии закона об ответственности власти перед народом. Руководители группы арестованы и находятся за решеткой уже в течение года. Путин в 2014 году спровоцировал войну в Донбассе, объявив, что Российская Федерация защитит мирное население, если оно подвергнется массовому насилию со стороны карательных сил группировки Порошенко, пришедшей к власти на Украине в результате государственного переворота. Но не только не реализовал своего обещания, но отказался использовать сложившиеся обстоятельства для воссоединения Украины с Российской Федерацией. Фактически Путин признал террористический режим Порошенко партнерами. При этом пропагандистская машина российских СМИ действовала и действует как в условиях войны, фальсифицируя факты и побуждания к ненависти не к террористам, а к Украине и к украинцам. От России и мира скрыты причины катастрофы подлодки Курск в 2000 году. Есть основания полагать, что моряки были сознательно лишены возможности спасти экипаж подводной лодки, а вся эпопея с имитацией спасения была развернута как спектакль, повышающий популярность Путина. Путин опозорил страну ответом на вопрос, что случилось с вашей подлодкой. Она утонула. Циничность ответа повергла в шок всех, кто слышал эту фразу и видел, как она была произнесена. Своих сообщников Путин укрывает от ответственности перед законом, даже когда по их вине происходят чудовищные катастрофы. Рукотворное наводнение в равнинном городе Крымске в 2012 году унесло жизни 171 человека. Около 34 тысяч признаны пострадавшими. Катастрофа была списана на стихийное бедствие. Путин создал вертикаль коррупции, защищенную специальным статусом касту чиновников. Высшие чиновники совмещают государственную службу с участием советов директоров крупнейших топливных предприятий, где получают денежные суммы, многократно превосходящие их зарплату. В Государственной Думе депутаты правительственной фракции «Единая Россия» сведомо Путина получают крупные денежные вознаграждения, своеобразную денежную стипендию, наличные в конвертах. То же самое происходит в спецслужбах. Путином прощены все участники расхищения оборонного бюджета страны во главе с министром обороны Сердюковым. Дело Рособоронсервиса, которое ради своих преступных целей закрыли лучшие военные академии и провели бессмысленную реорганизацию российской армии. Уголовные дела были закрыты, всем расхитителям сохранены наворованные состояния. Сердюков был возвращен на государственную службу, несмотря на совершенное преступление. За все время правления Путина не было никакого роста производства товаров и услуг, зато продолжалась приватизация государственной собственности и обогащение олигархической группировки. От общества скрыта глобальная распродажа собственности иностранным корпорациям. Крупнейшие сырьевые корпорации на две трети принадлежат иностранному капиталу. Поэтому для правящей группировки государственные институты нужны только как средства подавления инакомыслия и возможных бунтов. В последние годы правления Путина началось активное наступление на малый и средний бизнес, который в значительной степени уничтожен или поставлен под коррупционный контроль чиновников. Особенно велика коррупционная рента чиновников в капитальном строительстве, а также при исполнении любых госзаказов и госзакупок. В Российской Федерации развивается преимущественно сборочное производство иностранных фирм. Созданием новых производств правящий режим практически не занимается. Степень износа основных фондов, зданий, сооружений, дорог и так далее составляет в Российской Федерации свыше 75%. Показателем деградации российской экономики является фактическое прекращение производства пассажирских самолетов, в котором используются все новейшие достижения науки и техники. Также Россия практически не производит электронных устройств и даже сложной бытовой техники, которая либо импортируется, либо создается на отверточных производствах. Одежда в России в основном импортная, пищевая промышленность не может работать без зарубежного сырья. Даже в военном производстве новые изделия базируются преимущественно на комплектующих иностранного производства. От экспортной выручки, кредитов и иностранных инвестиций за рубежа в Россию поступило около 5 триллионов долларов. В новые крупные предприятия промышленности инвестировано не более 3% от этой суммы, даже если учитывать явно завышенные показатели. Часто немногочисленные новые предприятия открывались на фоне закрытия старых, которые могли бы модернизироваться и сохранить прежние экономические связи и производственные коллективы. Реальных данных о состоянии экономики Российской Федерации не публикуются. В сети интернет блокируются ресурсы, где критически оценивается экономическая политика Путина. Вся официальная статистика является ложной и фальсифицируется на всех уровнях управления. При Путине стремительно были свернуты гарантированные конституции, бесплатное образование и медицинское обслуживание. Под личным контролем Путина традиционная для России система выпускных экзаменов после завершения среднего образования и вступительных экзаменов в высшие учебные заведения была заменена тестами, единым государственным экзаменом. Вся система обучения в старших классах была подменена подготовкой к тестированию. При этом массовые фальсификации тестов стали делом обычным, что резко изменило этнический состав ведущих вузов страны. Здесь в огромных количествах появились выходцы с Кавказа, которые фальсифицировали высокие показатели тестовых испытаний, а потом разворотили профессорско-преподавательский состав взятками за каждый зачет и экзамен. Тем самым уничтожена основа как среднего, так и высшего образования. Коммерциализация образования и здравоохранения привела к быстрому падению этих социальных институтов. Как системы, связанные общей концепцией, они уже не существуют. В росте профессионального уровня преподавателей и врачей никто не заинтересован. Университеты и больницы стали коммерческими предприятиями, обслуживающими алчность своего руководства. Зарплата ректора вуза и лиц из его окружения превышает зарплату рядового преподавателя в 10-50 раз. Путин провел масштабную ликвидацию провинциальных школ, поликлиник и больниц, которые следуют за его демографической политикой. Сельские территории России стремительно освобождаются от населения с целью присвоения олигархии земель и природных богатств страны и сворачивания социальных программ. Кризис экономики привел к тяжелейшему состоянию большинства российских семей. В настоящее время половина семей с одним несовершеннолетним ребенком и более двух третей семей с двумя и более детьми не могут справиться с коммунальными платежами. При этом правительство Путина последовательно увеличивает коммунальные тарифы и различные платы за государственные услуги. Бюджетные затраты планируется в ближайшее время сократить за счет увеличения пенсионного возраста без создания рабочих мест для пенсионеров, а также за счет сокращения штатов образовательных и медицинских учреждений, где до предела сокращается набор бесплатных услуг и происходит противоестественное слияние разнопрофильных структур. То же самое происходит в научной сфере слияния, сокращение штатов, перевод на самоукупаемость, сокращение финансирования. Ежегодно в России заканчивает жизнь самоубийством до 60 тысяч человек, погибает от алкоголя до 500 тысяч человек, от наркотиков до 30 тысяч человек, от умышленных убийств до 50 тысяч человек. Путин лишил Российскую Академию Наук всей ее собственности, превратив научную деятельность в обоснование бюджетных трат, которые производятся через очередную госкорпорацию. При этом зарплата молодого научного сотрудника меньше, чем у гастарбайтера, подметающего улицы или вывозящего мусор. При Путине произошла массовая утечка мозгов. Целое поколение ученых продолжило свои исследования за рубежом и сменило профиль деятельности, пытаясь заработать себе на жизнь. Как системно сформированный институт, наука в Российской Федерации не существует. Вместо финансирования традиционных научных центров создана выставочная имитация, подмосковный центр «Сколково», известный за многие годы разве что коррупционными скандалами. Руководит этим центром приближенный к Путину сырьевой олигарх Виктор Виксельберг, известный своими захватами земель в охранных зонах Подмосковья. Вместо финансирования науки создана корпорация «Роснано», возглавляемая Анатолием Чубайсом, который никогда не работал в сфере науки и известен разве что как организатор разграбления страны под видом приватизации в начале 90-х годов XX века. Позитивных результатов у корпорации нет, поскольку она занимается не наукой, а скупкой изобретений и присвоением бюджетных средств. В Российской Федерации произошла масштабная фальсификация научных статусов, массовое присвоение ученых званий и степеней чиновникам, которые никогда наукой не занимались. Массовый плагиат при подготовке диссертаций зафиксирован, но фальсификаторы не наказаны и не лишены незаконно присвоенных ученых степеней и званий. Деградация науки сопровождается пропагандой разнообразных антинаучных представлений о природе, обществе и человеке. Властью выращена целая когорда фальсификаторов истории – Млечин, Сванидзе, Стариков, Фоменко, Сносовским, Парфенов и другие. Их целью является дискредитация исторической России, в сравнении с которой современная должна представлять образец прогресса. Средства массовой информации систематически занимаются разрушением традиционной морали, дискредитацией русской истории, искажением русского языка и подменой культурных образцов русской классики, низкопробными подделками под культуру и искусство. Финансирование культуры происходит исключительно через придворных деятелей, в основном близких Путину, своей способностью создавать имитации и демонстрировать прогресс и современность. Путин формирует государственный аппарат на основе личной преданности и как будто специально ставит на различные направления деятельности лиц, которые в них ничего не понимают. Пример министром при Путине неизменно является Дмитрий Медведев, человек без определенной профессии, никогда не работавший министром или руководителем регионального уровня, ничего не понимающий в государственном управлении. Главой Министерства обороны при Путине был сначала специалист по торговле мебелью Анатолий Сердяков, а теперь не служивший ни дня в армии специалист по тушению пожаров Сергей Шойгу. Последнему присвоено высшее воинское звание генерал армии. Высшую награду страны, звезду Героя России он получил от Ельцина за участие в государственном перевороте 1993 года. Министром здравоохранения на некоторое время была назначена Татьяна Голикова, заместитель министра финансов, которая никакого отношения к медицине никогда не имела. На должности вице-премьера по социальной политике теперь находится Ольга Голодец, ранее работавшая как специалист по персоналу в крупных сырьевых компаниях, ровным счетом ничего не понимающая в работе больших социальных систем. Прославилась она своим заявлением о том, что две трети российских граждан не нуждаются в высшем образовании. Главой Центрального банка назначена Эльвира Набиулина, бывший министр экономики, никогда не руководившая ни одним предприятием. В министра же она попала с должности помощника министра экономики, которым был Герман Греф, также никогда не руководивший каким-либо предприятием. После ухода с поста министра он возглавил Заберегательный банк России и руководит крупнейшей структурой, не имея никакого опыта в финансовой деятельности. Из Центробанка с должности первого заместителя главы банка на должность министра экономики был назначен Алексей Улюкаев, всю жизнь занимавшийся финансами и также не имеющий представления, что такое предприятие, отрасль или промышленная политика. Военно-промышленным комплексом занимается лице-премьер Дмитрий Рогозин, специалист по международным отношениям, никогда не руководивший ни одним предприятием, не имеющий инженерного образования. Службой внешней разведки руководит Михаил Фродков, который никогда в этой системе не работал, ничего в ней не понимает. Атомной промышленностью руководит Сергей Кириенко, не имеющий необходимого образования и до назначения не работавший в этой сфере. Федеральным агентством по национальной политике руководит Игорь Баринов, офицер спецназа, который более чем за 10 лет полномочий депутата Государственной Думы не выступил ни с одной законодательной инициативой и не имеет никакого представления о проблемах российских национальностей и межнациональных конфликтах. Руководство регионами предоставляется, как правило, некомпетентным и коррумпированным личностям. Можно сказать, что на региональном уровне Российской Федерации практически нет успешных руководителей. Коррупционные скандалы происходят беспрерывно, главы регионов один за другим оказываются преступниками и подвергаются уголовному преследованию за коррупцию. Глава администрации президента Сергей Нарышкин был сразу назначен председателем Государственной Думы, хотя ничего не понимал в парламентской деятельности и законодательной работе. Никогда до этого не был депутатом. Его предшественник Борис Грызлов всегда занимал посты, к которым совершенно не был приспособлен. Два года он возглавлял МВД Министерства внутренних дел, ничего не смысля в работе этого министерства. Потом в течение восьми лет был главой Госдумы, так и не научивший даже соблюдать регламент парламентских заседаний и общаться с журналистами. Грызлов вошел в историю фразы «парламент не место для дискуссий». Вместе со столь же некомпетентным послом Российской Федерации Михаилом Зурабовым, это бывший министр здравоохранения, к которому он также до назначения не имел никакого отношения, Грызлову было поручено разрешить конфликтную ситуацию с Украиной. Разумеется, они к решению этой задачи были совершенно не готовы. Главой Совета Федерации в течение многих лет был совершенно неприспособленный к государственной службе чудаковатый Сергей Миронов. Затем его сменила Валентина Матвиенко, которая также не имела до этого времени опыта парламентской работы, а должность мэра Санкт-Петербурга исполняла, не имея никакого опыта управления структурами мегаполиса. Мэром Москвы Путин также назначил Сергея Собянина, который никогда не имел дела с хозяйством мегаполиса и до этого никогда не жил в Москве. Будучи склонным к тотальному имитаторству, Путин провел в Сочи самую дорогую в истории человечество Олимпиаду. При этом из выделенных на ее проведение средств украдено гораздо больше, чем истрачено по назначению. Для проведения саммита Азиатско-Тихоокеанского региона на острове Русский, близ Владивостока, был построен дорогостоящий комплекс зданий. Остров был соединен с материком чудовищно дорогим мостом, в котором не было никакой необходимости. Значительная часть средства была разворована. Попытка создать на базе никому не нужного комплекса университет провалилась. Путин построил музей Ельцина в Екатеринбурге, десятки тысяч квадратных метров нелепых экспозиций, совершив тем самым еще и моральное преступление. Подавляющее большинство граждан считают Бориса Ельцина одним из главных организаторов Российской Федерации экономической катастрофы 90-х годов. По воле Путина и для его прихоти созданы до десятка его личных дворцовых резиденций, которые используются очень редко. Броская роскошь загородных поместьев, ближайших к Путину чиновников и олигархов, не раз становилась предметом внимания общественности, но никогда служебных или правоохранительных расследований. Между тем, стоимость этих дворцов покрыта из нелегальных источников, а стоимость их эксплуатации превышает официальные доходы их владельцев. Путин характеризуется злопамятностью и циничным пренебрежением к нормам морали. Его дочери живут и работают за рубежом. Его ближайшее окружение также предпочитает отдыхать и лечиться за рубежом, держать там свои капиталы, учить там своих детей, а в Российской Федерации устраивать их на высокие должности без всяких на то оснований. Путин показал пример другим чиновникам, когда в 60-летнем возрасте развелся с женой, с которой прожил вместе более 30 лет. Высшие чиновники и депутаты поступили точно так же, чтобы обойти запрет на овладение зарубежными активами. По политическим верхам прокатилась волна фиктивных разводов. Стремление сохранить молодость сделало из лица Путина гуттаперчевую маску, которая меняется в зависимости от интенсивности инъекций. У некоторых граждан возникло подозрение, что Путин подменен двойником или часто использует двойников, которые замещают его на официальных мероприятиях. Вместо открытых дискуссий со специалистами Путин ежегодно проводит всероссийский телемост, который представляет собой многочасовой спектакль с заранее заготовленными вопросами и ответами. Отвечать на вопросы самостоятельно Путин никогда не умел, даже когда ему ответ был известен. Поэтому он всегда пользуется наушником и помощью суфлера. На официальных заседаниях даже простейшие выступления Путин зачитывает с бумаги. Его спонтанная речь, как правило, бессодержательна и состоит из плоских шуток, ухмылок и многозначительных фраз. Путин не имеет достойного образования и твердых знаний в какой-либо области и постоянно проявляет свою зависимость от заученных фраз из советских учебников. Он не знает истории России и не задумывается о стратегических задачах государства. Путин не имеет представления о естественных и инженерных науках. Он не пользуется компьютером и боится технических новшеств, осмотр которых может разоблачить его некомпетентность. Он ничего не понимает в современном производстве в принципах управления большими системами. У него нет своих мыслей, нет идей, нет стратегии. Главные отличительные черты Путина – солидарность внутри своей олигархической корпорации при постоянном интриганстве и сталкивании подчиненных между собой. Это крайне ограниченный серый человек, чей образ поведения сформировался в советский период и поэтому Путин поистине советский человек, лишенный национальности, чувствовал родства с исторической Россией. Но также он и суперсоветский человек, сотрудник КГБ среднего звена, который всегда пренебрегал нормами морали и интересами нации и государства. Это и стало его методом управления страной, которая все больше и больше отодвигается на задворки мировой политики, а коренное население быстро вымирает и деградирует во всех отношениях. Глобальный неуспех России, правящая группировка стремится скрыть и от Путина, и от граждан России, чтобы страна и народ ни на шаг не отступали от того гибельного пути, по которому наша страна идет уже не первое десятилетие. Ну вот этот текст, который я предложил немецким зрителям, не потому что они мне так важны, а потому что незнание России есть не только посреди России, но и за рубежом. Еще и потому что на территории Германии и других европейских государств действуют ровно такие же, но менее циничные, менее наглые олигархические группировки, которые также лишают их национального суверенитета и создают разные формы иллюзий. Вам не нравится этот политик, мы его подменим другим, вроде как бы оппозиционным, резко критикующим, а потом он будет делать то же самое, ровно то же самое, что делали до него. Опять этот политик будет терять популярность, будет проводить непопулярные реформы, или как Германия будет заселяться иммигрантами. Тогда этот политик будет меняться на какого-то другого, но форма правления олигархии остается той же. Устремления либеральных публицистов, которые рядились в научной одежде и все время писали о том, что государство должно быть изжитое, и, собственно, тем самым повторяли Маркса, реализованы сейчас на деле. Мы видим, что государств как таковых нет, даже Соединенные Штаты считаются супергосударством, но реально эта территория также управляется корпорациями. Национальными интересами эти корпорации пренебрегают, как во всем мире, пренебрегают суверенной государственностью, против которой они и действуют. Они добивались того, чтобы встать над государственной властью, встать над нацией, встать над системами суверенитета и безопасности каждого из сложившихся традиционных исторических государств. Они этого добились. И теперь задача национальных движений в каждой стране, в том числе в России или в Германии, состоит в том, чтобы преодолеть положение, в котором людям замусорили голову разнообразными соображениями о том, что же за мир их окружает, и показать им реальный мир, в котором произошла узурпация власти узкими клановыми группировками, манипулирующими теперь общественным мнением и политикой в целом. В эти группировки входят и Владимир Путин, и окружающие его люди. И они являются в России такими же узурпаторами, как и в других государствах, где реальное народное представительство имитируется, национальные интересы попираются. Но в России это делается особенно цинично, особенно безобразно. И это уже давно пора было бы заметить и гражданам России, и тем, кто за рубежом наблюдает за Россией и за своей собственной ситуацией, убедиться в том, что антинациональная олигархия захватила власть и ведет дело к гибели всей европейской цивилизации, не только России. Продолжение следует...